Выполнение государственных программ по обеспечению жильем социальных групп населения. Сегодня этот вопрос оказался в центре внимания на еженедельном правительственном совещании, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. Подробнее Рифат Фадкулин. Около 4 700 семей в Чувашии в этом году смогли улучшить свои жилищные условия. На эти цели из бюджета всех уровней было выделено более 2 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Около 512 миллионов рублей выделено на обеспечение жильем 684 молодых семьи, специалистов и граждан, проживающих на селе. То есть это получили поддержку примерно в среднем почти 750 тысяч рублей на семью. Также продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. В 2019 году предусмотрено 236,8 миллионов рублей. Это в 2-1 раза больше, чем в 2018 году. Будущий год – год памяти и славы. Великая дата, 75-летие победы – весомый повод вспомнить о ветеранах. В Чувашии проживают около 12 тысяч участников войны, тружеников тыла и тех, кто перенес блокаду Ленинграда. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны федеральным бюджетом предусмотрено 75,5 миллионов рублей. Улучшили жилищные условия все ветераны, состоящие на учете. Это 50 человек. Проявить максимум внимания к ним – такую задачу поставил Михаил Игнатьев. К 9 мая все надо меры принять, чтобы они были обеспечены. Касаясь уже капитального ремонта, где ветераны живут, мы, как сказать, проверочные мероприятия выездные делали. Я думаю, может быть, там все. Но здесь надо с чистой совестью все сделать, соответственно, так, как должно быть. На совещании обсудили и готовность дорожных служб к зимней работе. В выходные в республике выпало большое количество снега. Произошло 8 ДТП, в котором пострадали 11 человек. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Всего количество работающей техники – 278 единиц в эти указанные дни. Из них на федеральный – 41, республиканская – 7,6, местных – 161 техника. Использовались противогололедные материалы. В основном было это наибольшее количество, опять же, мы уделили внимание, по республиканским трассам, чтобы обеспечить жителям соответствующей республики доступность к федеральным трассам и местным. Было использовано порядка 922 килограмм – это противоголедная смеси. Как я уже говорил, в общей сложности 2 тонны 487. По прогнозам, обильные снегопады вернутся во второй половине недели. Водители и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика.